Ульяновск, Симбирск Этому зданию 130 лет. Здесь когда-то находилась Троицкая гостиница, самая лучшая в городе. Ее владельцем был Митрофан Федорович Прянишников. В 1879 году Прянишников рядом с домом построил театр. А спустя два года оба здания были проданы с публичного торга и перешли в собственность крестьянина Нижегородской губернии Василия Матвеевича Булычева. В июне 1918 года в трех комнатах первого этажа Троицкой гостиницы располагался Самарский ревком во главе с Валерианом Куйбышевым. После революции ее стали называть гостиницей коммунального треста. Лишь в конце 70-х годов она сменила название на Москву. В ней останавливались писатели Алексей Толстой, Николай Гарин-Михайловский, Александр Грин. Она пользовалась популярностью и среди актеров. Осенью 1948 года здесь жила Лидия Андреевна Русланова, которая посетила Ульяновск концертом в рамках празднования 300-летия со дня основания города. После концерта певицу арестовали. Официальной причиной лишения свободы певицы была якобы ее антисоветская деятельность. Истинная Русланова жена генерала Крюкова, друга маршала Георгия Жукова, ставшего неугодным главному хозяину страны. Из-за чего в 1948 году репрессиям подверглись все его друзья и их семьи. Говорят, допрос Лидии Руслановой начался в этом подвале и был продолжен в Лефортово. Однако подвал, расположенный под малой сценой драмтеатра и зданием Минкульта, чаще всего связывают с именем Емельяна Пугачева, беглого донского казака, предводителя крестьянской войны 18 века. Узнать всю правду о том восстании практически невозможно. Все материалы по делу Пугачева на протяжении 144 лет до конца правления династии Романовых были под грифом «Секретно». По версии краеведа Сергея Петрова, подвалу гораздо больше лет, чем самому зданию. И вполне возможно, Пугачев содержался именно в таком подвале, куда его плененного в клетке под усиленным конвоем из двух род пехоты, 200 казаков и двух орудий доставил осенью 1774 года Александр Суворов, прославленный полководец. Он содержался в одном из подвалов, вот примерно в этом месте. И, как говорится, 20 метров ближе, 20 метров дальше это ничего не меняет. Я уже давно знаю, как в Симбирске строили дома, ведь каменных было мало, были пожары. И вот хозяин старался сделать капитальный подвал, и после пожара он в рамках этого хорошо сделанного подвала восстанавливал строение. Портрет Пугачева в цепях, многократно растиражированный в картинах и гравюрах, создавался именно здесь, в Симбирске. Автор неизвестен, а заказчиком был сам граф Петр Иванович Панин, главный каратель. Строки из протокола допроса Пугачева в Следственной комиссии Симбирска в присутствии генерала-графа Панина и генерал-майора Потемкина, Российский государственный архив древних актов. По твоему, государственный злодей, изменник и самозванец, уже собственному признанию не только пред нами, но и пред всем народом, что ты настоящий с дону казак Емельян Иванов сын Пугачев, изменив законной своей государыне и отечеству, лживо назвав себя именем покойного императора Петра Третьего, производил злодейскими твоими сообщниками в государстве возмущение, бунт, убийство и грабительство, верным подданным ее величество и сынам отечества твоего. А вот Симбирян больше волновал не то, кем являлся бунтовщик – казаком или царем. Их больше интересовало, куда он упрятал свой клад. Как говорят историки, это были несметные сокровища. До сих пор ульяновцы не теряют надежды найти хоть маленькую толику того, что припрятали пугачевцы. Вполне возможно, подвалы, блуждающие под городом, могут привести к тем самым кладам. Самые отчаянные уже перекопали Волжский склон. Кто-то изучил с металлоискателем районы Шеевки и Винновки. Пугачевцы Симбирск не штурмовали. Основные силы Пугачева прошли в стране нашего города. Не хватили курмышские, ордатовские, алатарские уезды будущей Симбирской губернии. Но, тем не менее, отдельные отряды пугачевцев доходили даже до Симбирска. И мы знаем, что один из таких отрядов даже был разбит в районе Уриньского городка, то есть совсем недалеко от нашего города. И сохранилось действительно очень много таких разных легенд о кладах. И некоторые из них имеют даже некоторые документальные подтверждения. Например, мы знаем, что в феврале 1774 года Брест-деревни Старый Салаван, это сейчас в районе Новочеремшанска, Новоклинского района, был разбит один из отрядов пугачевцев. И, по легенде, перед боем пугачевцы спрятали свои сокровища, награбленные в Самаре, которые незадолго до этого они захватили. Но после битвы, видимо, после поражения, они так не смогли воспользоваться этими сокровищами. Другой подвал в музее «Метеорологическая станция Симбирска» практически точная копия театрального. Те же своды из того же красного кирпича. Здесь мы можем хорошо рассмотреть кирпичную кладку, которую при реставрации очистили от советской побелки. Когда-то дом на Покровской, сегодня это улица Льва Толстого, принадлежал Александру Петровичу Языкову. Александр Петрович Языков – сын ученого-геолога Петра Михайловича Языкова и племянник поэта Николая Михайловича Языкова. С 1869 по 1871 год был председателем Симбирской губернской земской управы. Кроме того, он был гласным городской думы, председателем комитета Крамзинской общественной библиотеки, одним из учредителей Симбирской губернской архивной комиссии. И это далеко не все, чем занимался Александр Петрович. Известно, что дом в 70-е годы XIX века снимал Павел Михайлович Казакевич, врач, возглавлявший хирургическое отделение губернской больницы, которого также интересовала и метеорология. Именно ему принадлежала инициатива открыть здесь первую в Симбирске метеостанцию, на что получил согласие хозяина дома. В 1878 году в городской усадьбе Языково была открыта метеорологическая станция. В настоящее время в этом доме находится музей «Метеорологическая станция Симбирска». В подвальном помещении нашего музея сейчас располагается экспозиция археологии Симбирского края. И когда сотрудники нашего заповедника приступили к созданию экспозиции и вообще к ремонтным работам изначально, всех сотрудников и исследователей заинтересовали данные ниши, которых имеется три во всем подвальном помещении. И вообще действительно интересно, для чего они были сооружены, с какой целью, для чего были предназначены. До сих пор остается для нас загадкой такой. Сам дом построен в первой половине XIX века, но по мнению специалистов, подвалу более 200 лет. Такие подвальные помещения со сводами, нишами и кирпичной кладкой были характерны для дворянских усадеб XVIII века. Что здесь было раньше, сказать сложно. Зато сейчас в подвале можно увидеть настоящие сокровища. Например, котел шамана IX века с юрманского городища. Или медные монеты, украшения того же периода. Находки ульяновских археологов. Субтитры создавал DimaTorzok